МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Персональный акцент». Сегодня поговорим о патриотизме. Еще древние греки дали определение этому человеческому принципу. Да и слово «патрио» греческого происхождения. Так вот, патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству, гордость за его прошлое и настоящая готовность подчинить свои интересы интересам страны, стремление защищать интересы Родины и своего народа. В современном мире, какие только не давали определения патриотизм, от таких патриотизм – последнее прибежище негодяя, до политического течения, паразитирующего на любви человека к Родине. Мы все полны в той или иной степени критическим отношениям к тому, что происходит с нашей Родиной. Но то, что чувствует большинство из нас, как мне кажется, очень емко выразил великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Звучит это так. Я, конечно, презираю отечество мое с головой до ног, но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство. О сегодняшнем молдавском патриотизме мы поговорим с главой национального движения «Воевод» Николаем Паскаром. Здравствуйте. Здравствуйте. С каких-то пор проявление патриотических чувств в нашей стране стало чем-то таким архаичным. Вот то, к чему мы сегодня относим наше советское прошлое, вызывает у некоторых таких прогрессирующих кругах общества определенный сарказм, хмылку, удивление, как может быть патриотом. И в лучшем случае снисходительную улыбку «Ну-ну, давайте, любите Родину». И зачастую, ведь мы слышим в адрес людей, которые по-настоящему любят свою страну, достаточно агрессивную такую риторику. Вот как, на ваш взгляд, с чем это связано? Почему вдруг сегодня быть патриотом Молдовы стало, ну, знаете, как-то даже немодно и часто критикуемо? Почему, вот второй вопрос, почему сегодня патриотизм, знак равенства сместился в пользу соседней страны? Вот патриот равно Молдовы. Нет, сегодня патриот равно Румынии. Почему это произошло, на ваш взгляд? Кто, на ваш взгляд, еще и бенефициар всего этого? Конечно, вот за последние годы молдавской независимости у нас в стране появилось очень много различных и организаций, и политических партий, но с разными направлениями. Ну, это как следствие открытого мира. Мы открыты миру, соответственно, открыты всему. Потому что цели были очень разные. Были организации или партии, которые верили в свою страну и начали сюда собирать все силы, которые есть у нас в Молдове. Это была партия коммунистов, которые верили очень много времени. И они реально могли объединить всю эту силу в национальную идею. Были партии, которые, вот про либерального толка, которые, они выступали с сомнением в развитии республики Молдовы, да, в нашу страну. И, конечно, были еще организации, которые всегда мешали развитию нашей страны через какие-то либеральные толкования, вот то, что у нас происходит, через независимую прессу. То есть, если можно было открытым взором видеть все, что случается, то у нас не было из-за границы только хороших проектов. Мы находимся в очень специфическом регионе, где всегда шли какие-то войны. Первая мировая война нас затронула. Вторая мировая война. Прошлись через различные оккупации, через очень такую насыщенную историю мы имеем в Молдаване. И самое интересное, что в этой истории мы должны сконцентрироваться то, что для нас есть главное. И, конечно, молдавский народ, молдаване, все народы, которые мы живем вместе, в сотрудничестве, в дружбе столько лет, мы должны для себя уяснять. Мы можем быть свободными на будущее и решать свою страну? Или мы должны делегировать вот эту силу другим народам? То есть это право решать наше будущее, отдать совсем другим людям? Еще мы должны освоить еще одну вещь, что не все нам хотят добра. И в мире не закончились вот все эти амбиции, чтобы завоевывать чужие земли. Мы видим, что творится в Европе, в Азии. И мы должны понять, что если мы не сконцентрируем всю силу в нашу государственность, в нашу родину, Молдову, другие для нас делают намного хуже. Потому что только мы знаем, какие у нас проблемы. Потому что только мы знаем, и нам передались через дедов, через прадедов, через наших родителей историю. Никто не может знать то, что мы хотим здесь на месте. Из Вашингтона ЦРУшник, например, он не может знать, что истинно хочет молдавский народ. Или из Бухареста, или даже с Москвы. То есть мы сами должны решать. Но чтобы мы были сильными, мы должны все объединиться в национальную идею. И это не только у нас случается. Вот разрушение традиции, устоев и концепций. Это идет по всей Европе. Даже в России, в большущей стране, мы видим, что история неоднозначна и переписана очень много раз. Потому что на земле так мы созданы, существует все это геополитическое разделение, противостояние. И мы должны понять, что выживают лишь те народы, которые не забывают, откуда идут и куда они хотят идти. И должны очень думать об этом и сконцентрироваться. Потому что за 26 лет независимости, если со страны эвакуируется уже почти 2 миллиона жителей... То есть самостоятельно покидаете свою родину? Это проблема. Это очень большая проблема. И нас не спасут наши политики. Потому что мы сами должны понять. Потому что все эти несчастья, они приходят из дома в год. Многие уезжают, потому что потеряли место работы. Многие уезжают, потому что не могут найти себя в Молдове. Другие уезжают от того, что нет надежды в завтрашний день. И это обескураживает. И они уходят. И поэтому мы должны понять, что у нас нет другого выхода, кроме объединиться в идею созидания, в идею любви. Ради того, что мы живем на этой земле, в Республике Молдова. И мы сами должны формировать наше молдавское будущее, молдавский проект. И только через эту веру, через огромнейшую работу мы сможем. Элементарно. Вот посмотрим. В каждой деревне... Я парень деревенский. И могу это открыто сказать, что в каждой деревне сейчас кризисы. Нет рабочих мест. Люди обескуражены. Остались только пенсионеры. Все убегают. Молодых нет. Но вы вспомните 30 лет назад молдавскую деревню. Все деревни были миллионерами. Все деревни имели место работы. Имели деньги. Люди, простые крестьяне, строили двухэтажные дома. Это в то коммунистическое время. Оборуженные садами и виноградниками. Обычный простой молдавский парень с деревни мог поехать в Москву и учиться в самый высокий вуз. В престижный вуз. В престижный вуз. И бесплатные, понимаете. И сейчас мы можем дойти до этого уровня. Я думаю, что еще есть какая-то надежда. Но очень трудно. Потому что здесь на интересы Молдовы посягаются очень серьезные силы. И если раньше во время войны умирали сотни тысяч человек, сейчас во время мира делают такие условия невыносимые, что люди покидают все и просто убегают отсюда. И самая такая большая проблема для Молдовы – это наши власти. Те, которые управляют здесь у нас. Это что бы они ни говорили, что бы они ни пытались нам высказать. И самая большая проблема – это наше правительство, которое делает все возможное, идут на попетах этих западных организаций. И типа через эти реформы делают нам жизнь еще невыносимее. Этот парламент, который у нас мы видим, что не могут решить. Он депутат парламента, но он не может элементарные вопросы поднять в парламенте вот с теми же пенсиями. Правительство уже обещало второй или третий год, что поднимет люди пенсии. Где эти пенсии? А где образование хорошее? Мы видим, закрываются еще эти школы. А где здравоохранение? У нас сплошной эксперимент ведут. Даже в онкоинституте вставили на входе, нужно вот захотеть и платить. Тот же раковый больной, который у нас вот страдает, он должен платить какие-то взносы, там 80 или 90 леев. Когда у него, у этого человека пенсия может быть 800 или 700 леев. То есть это огромнейшая проблема. И патриотизм у нас неизбежен. Уже хочешь, не хочешь, хочешь выживить в этой стране, попытайся понять, что происходит и будь патриотом. Патриот страны это не значит националист в виде, как они пытаются преподнести вот эти все прорумынские организации и так далее. Патриот это нужно себя уважать, окружающих уважать и быть всегда на чеку. Что нам еще вот в экспериментах пытаются сюда внедрить в республику Молдову? Ну вот раз вы упомянули наше советское прошлое, откуда мы все родом, большинство пока сегодня живущих в Молдове. Хочу только добавить, что вот с момента того, как мы встали на рельсы самостоятельного развития, Молдова потеряла более миллиона своих сограждан в самом разном. Кто-то ушел в мир иной, кто-то наоборот в поисках лучшей доли, собрал себя, семью, уехали навсегда. И насколько я помню, статистика примерно такая, 114 или 111 человек в день, в сутки покидает Молдову навсегда. Так вот, раз мы упомянули советское время, я прекрасно помню, когда в школьной программе был вписан такой предмет, как история Молдовы, изучали молдавский язык. Сегодня такой предмет в наших средних учебных заведениях напрочь отсутствует. Сегодня изучается история румын и румынский язык. Вот почему сегодня, на ваш взгляд, система образования вдруг внесла такую свою жесткую лепту в этот спор, который начал, как мы все наблюдаем, с 92-го года стал развиваться в Молдове. Спор вокруг поиска ответа на вопрос, кто мы. И вот в этой ситуации, мне кажется, как раз люди, облеченные властью, должны быть, ну не знаю, проповедниками, что ли, вот лучшей идеей развития государства. Мы получили несколько все, насколько говорится, наоборот. Вот на ваш взгляд, почему это произошло и как из этого выходить? Опять же, это безответственный политический класс, потому что вот чиновники в правительство, когда они приходят, им легче взять и одолжить учебники у соседнего государства, взять их нормы оттуда, им легче оттуда взять какие-то гранты. Вот у нас Академия наук, но в основном Академия наук у них были и наши деньги от молдавских налогоплательщиков, но у них было еще очень много различных грантов на переписание истории, какие-то соровские гранты, какие-то румынские гранты. И самое интересное, это упустилось, этим должны заниматься специальные службы, спецслужбы, СИС, этим должны заниматься обязательно правительства и люди, которые компетентные в управлении государства. Мы это потеряли в 2009 году, 7 апреля, и тогда очень много, что мы потеряли, вот через годы мы видим, что стало намного хуже. Но опять же, это наша проблема, это наша цель, вот видеть мир и еще наивность молдавского народа. Мы еще думаем, что живем в Советском Союзе в этом таком прекрасном, да, и будет все нормально, но нет, здесь ребята эти приходят не как раньше, вот на лошадях и на мечах, сейчас у них другие структуры, финансовые. И они нас полностью разрушат, и земли у нас очень хорошие, одни из самых лучших земель в Европе. Пока что наши чиновники не запустили этот закон, чтобы продать молдавские земли, но к этому идет. Потому что смотрите, за спиной у нас какой внешний долг мы имеем, там огромнейшие деньги. А если правительство взяли внешний долг, у нас что, пенсионеры стали жить лучше или в деревнях стали жить лучше? Промышленность новая не появилась. Нету конструктивности в их мышлении, нету реальных проектов. Я уже не верю вот этим политикам, которые приходят и что-то там обещают, какие-то стадионы какие-то. Это миф. Мы уже практически потеряли страну. Самое ценное, что есть в Молдове, это наш народ добродушный, дружественный такой. И народ, который способный созидать, как мне кажется. Да, трудолюбивый. Мы видели, как мы создали нашими руками. Да, Советский Союз помогал. Но смотрите, какая цветущая Молдавия была здесь. Мы что, не можем? А вы знаете, что этот период Советского Союза у нас запомнится еще на 300-400 лет, как самый лучший, если мы упустим дальше страну. Почему, смотрите, мы сейчас не работаем, например, с Китаем. Только с Евросоюзом какие-то там постоянные, я вижу, проблемы, что не могут поставлять молдавские товары в Европе. Сертификация не подходит. Конечно, они сделают все возможное, чтобы туда не подошло. Европе не выгодны наши сельскохозяйственные продукты. Да, Европе выгодно, чтобы сюда какого-то дистрибьютора прислали, чтобы по дешевке купили все и продали, заработали на нас денег. А где наш национальный интерес, где наши деньги? Почему мы не работаем вот с Китаем? В Китае сейчас очень много технологий, хороших технологий. Есть очень много мини-заводов, которые не стоят столько дорого. Почему, например, молдавское правительство не делает какие-то вот в районах какие-то эти бизнес-инкубаторов, да? Дайте молодым маленький какой-то завод или дайте кредиты. Почему где-то в Азии тот же Каддафи имел возможность всем раздавать какие-то вот помощи, да? Может быть, наши боятся судьбы Каддафи. Вы знаете, при Каддафи было бесплатное жилье, бесплатное образование в любой точке мира. Почему у нас вот свободно крадут миллиард или больше миллиарда, невозможно помочь тому фермеру или какими тракторами, или малыми кредитами. Потому что у нас до сих пор кредиты по 10, по 12, по 30 процентов. Вот здесь катастрофа во всем, что происходит. И эта проблема недобросовестные политики. Люди должны знать, они когда идут на выборы, они должны понять, что... Ну, в принципе, это каста политиков, они как бы здесь искать супер доброжелателей тоже. Но все равно не надо голосовать за тех, которые уже были один раз и провалилась вот все эти проекты. Второй раз опять уже нет успеха. Уже третий раз, почему вы уже за них голосуете? Потому что, если все люди будут думать, например, о своей деревне, о своем городе, о своей семье, например, они будут видеть немножко по-другому. А когда на выборах начинают там танки Москвы или какие-то там и так далее, конечно, это уже вся эта пропаганда влияет на... Вы говорили, 2009 год во многом изменил облик нашей страны и ее содержание нашей жизни. Но ведь наверняка вы наблюдали за тем, что происходило, так сказать, на проезжей части, на вот этой территории между парламентом и резиденцией президента. Там была молодежь. Молодежь, которая развешивала румынские флаги. Молодежь, которая, ну, не знаю, там скандировали какие-то прорумынские лозунги. И мне кажется, вышли люди, да, молодые, но уже созревшие собственные идеи, желающие жить в совсем другом государстве. Ведь, получается, наш патриотизм сегодня на уровне молодежи настолько размыт, что трудно понять, например, кто, в общем-то, готов сказать, я патриот Молдовы. И я никогда не поступлю так же, как это было 7 апреля 2009 года. Сегодня, ну, мы, как журналисты, наверное, упустили эту возможность, не привели такой опрос, в общем-то. Но, тем не менее, я очень боюсь, что этот опрос дал бы, ну, знаете, не самый лучший результат. Не в пользу вот большого охвата патриотическим чувствам нашей молодежи. Потому что желание уехать у каждого второго, убеждение в том, что он говорит на румынском, у каждого третьего, убеждение в том, что надо учить историю румын, ну, вот, необходимо. Трудно сказать. И одновременно с этой историей румын, вот, с таким преподаванием мы рождаем вот в среде молодых понимание того, что, навязанное понимание того, что мир – это такая, ну, субстанция сразу нескольких стандартов. Есть понимание, что я живу в Молдове, почему-то надо изучать историю Молдовы. И, может быть, родители, патриотично настроенные, подкладывают на рабочий стол ребенку, вот, вот история настоящая. А это у тебя для зачета. Ребенка формируем такого, знаете, как формалиста. Здесь надо, вот, выучить для того, чтобы сдать бакалавр под видеокамерами и с электрошокерами, когда проходишь через эту рамку. А вот это для себя лично, чтобы не забыть, в какой стране ты родился и что помнить. И вот это вызывает тревогу, потому что такая двойственность, она не присуща сильным личностям. Ты можешь в любой момент спрятаться под то, что тебе удобно принять, под нажимом внешних, будем говорить, таких вот, агрессивных факторов. Не воспитываем мы патриотов. Почему? Еще Бисмарк сказал, что Великую Германию создали учителя. Вот самая большая проблема, что мы учителей практически потеряли. Через то, что мы не даем им зарплаты, через то, что мы прибиваем вообще непонятные какие-то идеи. Учителя это тоже живые люди. В Советской Германии самые высокие зарплаты у бюджетников, это в Советской, я не знаю, в Социалистической Германии, в ГДР, были именно у учителей, у педагогов средних школ и в вузах. Вы можете представить, и правительство, которое не платит учителям деньги, они уже заставляют этих учителей быть коррупционерами. Потому что учителя, которому не хватает денег на... Но выжить, элементарно, на хлеб. Если выжить, он должен взять какие-то деньги у учеников, и это самая большая проблема. Он уже с протянутой рукой, понимаете? Отсюда уважение какое может быть в учителе? Учителяется уважение учителей к правительству, понимаете? И здесь опять правительство виновата. Та, которая вот нас правит столько лет. Второе, мы медиков уже теряем. Вы видите, скандалы с медиками. Ну как вы хотите, чтобы человек отдал себя на работе, когда у него зарплата 4000 лет? Понимаете? Полицию теряем. Как вы хотите, чтобы полицейский не был коррумпированный? Если у него дома семья, он должен платить какую-то ипотеку, он должен с машиной приехать на работу, а у него зарплата 5000 лет. Мы сами делаем эту коррумпированную государство. Это самая большая проблема, потому что чиновник, премьер-министр, вот он не даунт. Мы смотрим, он вроде бы живой человек. Его нужно спросить. Образованным, с дипломом. Нужно спросить, господин премьер-министр, а как вы думаете, что вот этот человек, он может прожить на такую зарплату? Или как этот пенсионер может выжить на 800 леев, когда у него только коммунальные 1500 леев? Понимаете? И вот здесь уже люди теряют доверие в свое государство. И здесь я понимаю, очень многие, которые подписали эту декларацию в мире, они не хотят, может быть, такое воссоединение с соседней страной. Они не хотят видеть вот этих моральных уродов, которые заседают в правительстве. Ничего не делают. Но как может быть и в правительстве министр, который присутствовал в краже миллиарда? А миллиарды – это очень много денег. Хватало на пенсии на лет пять вперед всем пенсионерам. Конечно, вот есть многие вот трагичные эти самые цепи, но мы понимаем одно, что у нас в Молдове вот эта предательская власть. Сейчас они хотят разрушить армию. У нас еще где-то в деревнях остались молодые люди с ностальгией, что будут служить, и из них еще делают патриотов. То есть работал еще какой-то вот в этом механизм. Сейчас хотят разрушить армию. А вы думаете, что будут деньги на контрактников, на контрактную армию? А я вам скажу, что денег не будут, потому что контрактник за четыре тысячи лея воевать не будет. А вы думаете, что наши дадут контрактникам деньги? Нет, опять же, где-то с НАТО дадут деньги, или где-то с Европы. И тот контрактник уже будет оружие в руках НАТО, или другое какое-то формирование. То есть абсолютно не патриот Молдовы. Да, конечно, потому что ему в армии скажут, что русские враги начнут вот в этом, и деньги будут приходить отсюда. И как будет регулировать молдавское государство, вот армию, или найти столько денег для армии, когда мы бедные, когда мы нищие, и у нас, смотрите, госдолг превышает несколько раз тот, который был в 2009 год. Но это еще не самое страшное. Вы знаете, в этом хаосе недоверия к государству начинаются уже все эти сепаратистские настроения, начинается уже бунтовать все это население Молдовы. Помните 89-е годы в Румынии, когда Чаушеску застрелили, семью Чаушеску? Тогда на площади в Румынии умерло несколько тысяч людей. До сих пор румыны не знают, кто стрелял в их народ, который умер столько человек. Помните Майдан, когда была перестрелка Небесная Сотня? Опять же, до сих пор спецслужбы Украины не могут знать, кто у них убил на Майдане 100 человек. Понимаете? Поэтому, вы знаете, вот те марши, которые у нас происходят, это очень плохо, потому что не дайте бог какой-то этот сценарий. Понимаете? И я думаю, что вот самое мудрое решение президента Молдовы, чтобы не было контравмашек, чтобы все не выступали против... Я смотрю, погода любит Молдову, и устроил там такой снегопад в ихний праздник. Наверное, они тоже успокоятся. И те румыны, которые думают, что приедут с Бухареста освобождать Молдову, непонятно от чего, наверное, будут дома сидеть. Для начала просто освободят свои дороги от снега. Да, и это элементарно. Вот самое интересное, у нас снегопад небольшой, это чуть не национальная катастрофа. Понимаете? Не убирают улицы. А не дайте бог там что-нибудь посерьезнее. То есть это наш уровень. Смотрите, вот в нашей беседе с вами вскрывается целый пласт проблем, нескольких проблем, которые можно объединить таким словом, как рекрутовство. Ну, я имею в виду, вы затронули тему реформирования национальной армии, да? Получается, что демократы, которые выдвигают идею контрактной армии, становятся рекрутами наших молодых ребят по найму их в вооруженные силы, ну, будем говорить, совершенно не национально, не национального характера. То есть нужно найти где-то деньги. Да, вы говорили, есть возможность взять деньги за рубежа. Это тоже НАТО, возможно, будет вкладываться. Это экипировка, это вооружение, это, опять же, оплата контрактов, это питание. И этих денег у нас в бюджете, ну, сегодня увидеть невозможно. Получается, что те, кто продвигает этот законопроект, являются, ну, вот, рекрутами для вот этой наемной, вооруженной силы. Второй момент. Ведь такую же идею я сегодня, не только я, мы все наблюдаем в наших высших учебных заведениях. Вот буквально не так давно мы сняли репортаж о том, что наши образовательные учебные заведения превратились в места, где людей, ну, практически, то есть политические партии, безнаказанно рекрутируют для выполнения своих каких-либо политических задач. То есть вот, например, если говорить о Горядущем Воскресенье, то вот, например, абсолютно спокойно проповедуются идеи унионизма. Спокойно абсолютно висят какие-то листовки на стенах с призывом пойти поучаствовать. И вот мои коллеги попытались, ну, вскрыть, во всяком случае, ну, попытались увидеть, как это все происходит и как реагирует сегодня молодежь вот на все это. И я попрошу режиссера показать нам этот сюжет, который был недавно у нас в новостях. Мы посмотрим во всем месте, постараемся обсудить. Пожалуйста. Осмелевшие от безнаказанности унионисты продолжают вторанить своим напором государственные учреждения. Добрались и до, казалось бы, святого храма науки учебного заведения. Это факультет энергетики Политехнического университета. В холле на первом этаже приглашение на марш унионистов. А еще тут, тут и тут. Благо нашлись студенты, которые об этом не стали умалчивать. Я об этом узнала от друзей, которые здесь учатся. Считаю, что такого не должно быть у нас в Молдове. Эти панно, которые содержат антигосударственную пропаганду, нужно обязательно снять. Если педагоги и дальше будут позволять развешивать такие панно в учебных заведениях, студенты начнут думать, что это нормально. Эти действия абсолютно незаконны. Мало того, это ставит под сомнение то, что Республика Молдова независимое и суверенное государство. Эти действия противоречат Конституции. А вот декан факультета так не считает. Нам удалось его застать на месте. Это Виктор Погора, который в объявлении ничего противозаконного не видит. Мол, свободы слова, правда, в камеру комментировать отказался. Убедили говорить хотя бы к камере спиной. Есть разные мнения. У каждого свое. Мы не мешаем никому приходить со своими предложениями и идеями развития нашей страны дальше. Декан упустил важную деталь. С таким отношением нашего государства уже может и не быть. Так вот, чтобы этого не допустить, не лишне напомнить. В Молдавском уголовном кодексе предусмотрена статья за призывы к ликвидации страны. И в Румынии, кстати, она тоже имеется. Нарушается 56-я статья, часть 1-я Конституции. Нарушается 42-я статья, часть 2-я Конституции. Нарушается полностью закон о безопасности государства. Нарушается кодекс об образовании. Служба информации безопасности и Генеральная прокуратура должна среагировать и возбуждать дела по факту призыва к уничтожению государства. По факту призыва в столичных вузах участвовать в марше унионистов, который намечен на 24-й. марта депутаты ПСРМ инициируют запрос и в СИП, и в Генпрокуратуру для дальнейшего разбирательства. Особенно учитывая, что Молдова еще не оклемалась от апрельского погрома 2009 года, к которому именно унионисты имели непосредственное отношение. Ну вот такой материал. Смотрите, есть апелляция тем же правоохранительным органам, и тем не менее мы не видим никакой реакции. Никто не возбуждает уголовные дела по факту подрыва государственности, по факту отрицания. Мало того, вы затронули тему еще и предательства в правительстве, то есть предательства во власти. И буквально на последнем заседании парламента сегодня прозвучал призыв, и это, я так понимаю, решение, что поедем, отметим это столетие в Бухаресте. Другая политическая структура, так назовем даже не партия, наверное, какие-то такие либеральные сходняк заявил о том, что мы вернемся в парламент только после того, как произойдет нечто. Ну, перспектива понятна. И в то же время, вот такая яркая демонстрация предательства, вот смотрите, педагогами, яркая демонстрация предательства национальных интересов членами правительства, законодателями. Ведь оно, в принципе, нам стучит молотком в наше сознание, потому что, ну, нельзя быть патриотом этой страны, потому что у тебя за спиной куча людей, которые эту страну пилят, уничтожают, разрушают, разворовывают. Вот патриотом чего мы остаемся в таком случае? Вы знаете, конечно, это очень обидно, горько, то, что происходит плачевно в некоторых ситуациях. И это трагедия нашего народа, вот политики предатель. Конечно, то, что видишь нормальному человеку пережить вот все эти, то же самое финансовое предательство. Да, это еще только меньшее, что мы чувствуем. Крали больше миллиарда, или все реформы, которые мы видим, нет никаких реформ и так далее. Конечно, это обескураживает, но мы должны верить, надеяться, идти вперед. И самое интересное, я не могу понять другое, ладно, там, предатели политики. Но не все, я имею в виду, конечно. Но у нас сколько генералов есть в Республике Молдова. У нас маленькая страна с самым большим числом генералов. И проиграли конфликт в 92-м, как страна, я имею в виду внутренний. Где эти генералы? У нас есть очень много полковников госбезопасности, которые присягали этой республике. У нас Министерство внутренних дел столько, где вы, люди, смотрите, что происходит. Понимаете, вот здесь трагедия нашего народа, потому что есть люди у власти, есть люди ответственные, есть люди, которые прошли через власть, и они не должны так равнодушно профильтровать через себя вот эти все издевательства над этой страной, над этим народом. Видите, нету их, и это большая проблема. И самое интересное, вся эта унионистская группа, которая формируется сейчас, она формируется против государственности Републики Молдовы. Это, если они сейчас не взорвутся, я имею в виду, в какой-то, не знаю, путь, или в какой-то их захват государства, это будет чуть-чуть позже, но они к этому идут. И они все должны привлекаться к ответственности, потому что они нарушают и Конституцию, и уголовное право. И самое интересное, вот эта каста, сейчас, которая революционная, формируется, это будет канализироваться против партии социалистов, потому что это единственная партия, которая идет с месседжем, с лозунгом государственности. И они боятся социалистов, они социалистов боятся допустить у власти. И это не только нынешняя власть, но это еще и Запад, потому что у социалистов очень ясная позиция ко всем странам, и дружеские отношения с Россией, и с Европой, и с Соединенные Штаты, но на сегодняшний день это единственная сила, которая не участвовала в краже миллиардов, которая уже на скамейке запасных уже с 2009 года. Это люди, которые смогут формировать эту страну, а других у нас нету, поэтому они сейчас готовятся к каким-то маршам, поэтому они сейчас туда загоняют столько народу, и самое интересное, что они не отвечают за безопасность своего марша, но они туда призывают и детей, и школьников, и много студентов, а представьте себе, что не дайте бог что-то будет на этой площади, и сюда включатся третьи силы, потому что когда выступили унионисты, сегодня там кто-то из них говорил, что подошли какая-то группа типа унионистов, которая предлагала им миллион подписи за унирю, то есть видно, что уже к ним подходят провокаторы. И если мы вспомним три недели назад, две недели с чем-то, когда у нас был Порубий, спикер украинской рады, который Савченко Надежда обвиняет в расстрелах на Майдане, публично, это депутат обвиняет спикера, который многие опять же обвиняют в беспорядках в Одессе, он приезжает к нам за формированием этим молдо-грузинских украинских батальонов, представьте, как они сейчас ищут в Молдове русский след, чтобы потом в этом хаосе, беспорядке организовать эти батальоны, которые могут отправить на Донбассе. Вы можете представить, что может случиться вот в такой ситуации? Унионисты это только то же самое жертва, которые в пиар-технологии, которые созидаются в эти сценарии, они пытаются вот через унионистов найти сакральную жертву, понимаете, чтобы их где-то виктимизировать, понимаете, чтобы их им нашли вот это место, потом опять же... определенный пьедестал в истории возвести. Понимаете, как с 2009 года сгорел парламент, президентура, а в истории остались Басарабио, Памент, Румынецк. Эти, опять же, фильмы показывают в Бухаресте, и румыны думают, что здесь все хотят унили. А если смотреть переписи населения, там 5 или 6 процентов или 4, по-моему, процентов декларируют себя румынами. То есть здесь у нас работают различные западные спецслужбы, к большому сожалению. И наши правительства, я смотрю, что не горит желанием нас как-то защитить. И дайте Бог, чтобы у нас здесь был мир, чтобы они нас не столкнули в большую какую-то опять антироссийскую войну. Потому что мы видим, есть, реалии есть. Смотрите, Украина, пятый год воюет. Что, украинский народ хочет воевать? Нет, их туда, через Майдан, через эти пиар-технологии, их туда завели в заблуждение, потому что, что было большинство на Майдане? На Майдане не было большинства. На Майдане дежурных было 10 тысяч человек, а в самом своем пике Майдана было до 100 тысяч. Но 10 тысяч, это меньшинство этих экстремистов, радикально настроенных, устроили войну. Можете представить первый день, как выгнали Януковича. Они какой закон предлагали в Раде о продвижении украинского языка и отмене русского языка? Они, зная заранее, что будет вот этот взрыв и на Донбассе, и в Крыму, но они пошли специально провоцировать, чтобы устроить войну. Они не хотели, чтобы украинцы выиграли, или принесли другую... Была борьба с коррупцией, которая существует на тот момент. Борьба с коррупцией, но видим, что теряет... Сегодня и стало больше. Сколько потеряла Украина? Если это еще все сосчитать в деньгах, вот в убытке, которая проиграла с Майдана, это очень много, десяток миллиардов долларов, если еще не больше. Потому что сейчас Украина ненужный хлам и металлолом различных заводов. Если раньше Украина выпускала все эти большие самолеты и какие-то двигатели, вертолеты, это же высокие такие технологии. Сейчас уже все это они закрыли, и сейчас они все собирают опять же бесплатные визы и уезжают в Европу опять же где-то там служить у различных богатей. Николай, если вернуться к нашим реалиям. Вот не так давно социальные сети обошла такая история после событий апреля девятого года. Где-то через год в фейсбуке появилась история, которую написал один из участников этих апрельских погромов. Примерно описано было следующее. Он откликнулся на призыв, который в этой твиттер-революции везде рассылала свои призывы молодежи. решил пойти высказать свое отношение к происходящему в Молдове. Жил с отцом домик на земле у них была собака с которой он воспитал его любимое такое существо и почему я не вспомнил сейчас поймете. Когда он находил отец он говорит не иди это не твоя война это не приведет к тому что завтрашний день твой станет лучше. Он в адрес отца сказал все что думает но удивительно собака встала на пути. Но как бы парень разгоряченный пнул собаку ногой пошел мы дальше уже события знаем какие были через год ему надо было умереть кто-то из близких парень молодой искал работу нашел эту работу в Италии уехал на заработки через какое-то время собака заболела после этого удара очень долго болел и уехал на заработки созванивался отцом спрашивал как там дела и вот он спрашивает как там мой пес умерла собака и на этом заканчивается то есть практически что произошло каждый кто шел туда вот они ну пусть давайте плохая может быть не очень такая корректная параллель вот собака и родина да он пнул ногой и вот к чему это все приводит и вот сегодня мне кажется это было каким-то таким назиданием очень жалко что эта история не получила какую-то визуализацию не было написано не было замечено журналистами может быть кинорежиссерами яркая история она могла быть таким назиданием для тех кто сегодня еще колеблется думает в каком-то выборе где я кто мы что мы зачем и вот в этой в этом понимании того что планируют политики знать что это не твоя война твоя война это когда будет угрожать твоему дому а твой дом это еще и страна твои родные и близкие твои родственники а ведь мы знаем мы живущие здесь в Молдове мы любим родственные связи мы ими гордимся мы помогаем друг другу в учебе в профессии в работе и это тоже часть нашей родины и вот все это разрушается в наших глазах и причем разрушается нашими руками и нашим согласием на то чтобы преподавалась сегодня история румы чтобы наши дети учили пресловутый так сказать язык другого государства не называя его молдавским хотя если спросить если попытаться вернуться в прошлое спросить у Штефана великого на ком языке он говорил мы бы знали бы ответ вот это это очень грустная история и сегодня ну вот я знаю четко вы как руководитель патриотической организации вы понимаете что сегодня выходить на встречу вот этим в буквальном смысле отморозкам морозы помогают нам их так называть крайне перспективно не патриотично и в общем-то нецелесообразно и вот но тем не менее вы так или иначе во всем этом видите возможность им противопоставить ту или иную силу я знаю вы обращались в международные организации вот судьба этих обращений что именно вы писали и куда именно обратились в отношении вот этих унионистских проявлений мы написали декларацию всем посольствам чтобы уделили внимание именно на эту ситуацию которая у нас происходит а самое нас что доводило вот до этого момента чтобы написать то что вот нас не то что предали наше правительство это прямое вмешательство соседней страны и мы видели когда эти сепаратисты примари подпишутся так так самую акт воссоединения их принимают в сенате в румынском сенате в бухаресте и весь сенат стоя им аплодирует то есть мы видим откуда растут еще раз убеждаемся откуда растут вот все эти сепаратистские настроения и кто все за это платит потому что у нас соседнее государство дает деньги на разрушение республики молдова и мы это реально видим и мы это убеждаемся то что происходит и к сожалению вот мы не можем противостоять у нас молодежная организация наша организация у нас нету столько денег чтобы соревноваться с унионистскими организациями которые имеют очень большие бюджеты к большому сожалению государство не тратит деньги на себя на защиту себя или на организации которые стимулируют вот надежду в завтрашний день или патриотизм это к большому сожалению уже на протяжении наверное лет 10 мы не видим различных организаций потому что даже по технологиям 7 апреля 2009 года вечером когда избили всю молодежь и закрыли во всех комиссариатах полиции это еще раз угасило свет надежды молодых людей выходить на различные протесты потому что 7 апреля протестовали не все против и сжигали парламент там были различные группы были люди которые хотели что-то сказать их не слышали и поэтому сейчас то что может быть на площади опять же из них есть несколькие люди обманутые и живут другой надеждой потому что они разочаровались Филиппа Плохотнюка Афканду и так далее и они думают что может быть это воссоединение их спасет и они выходят без надежды из них конечно есть эти посланцы с Румынии Джордж Семен и вся эта команда технологов румынских которые знают откуда сюда пришли и что должны делать и у них есть очень много денег что они могут ну можете представить те же автобусы те же поездки в Румынию обратно этих примарей все эти деньги которые дают примарям по всем отчетам мы видели что каждый примарь получил деньги за то что подписал эту декларацию то есть здесь грандиозные суммы имеются ввиду причем нынче родина да и мы видим что это открыто продают страну надежда еще есть но нужно всегда вот смотреть и иметь эту мудрость чтобы узнавать где для тебя ждет этот капкан и куда можно идти вперед потому что нам трудно патриотическим организациям потому что еще раз государство предало страну не государство а правительство предало эту страну уважающее себе правительство не допустило бы этих примарей подписывать марши может быть они имеют право делать какие-то культурные и так далее а когда массово все подписывают и не открыто ни одно уголовное дело это предательство и представляете себе что на Украине столько денег вложили все эти западные спецслужбы даже там кто-то из Маккейна Виктория Нуланд озвучила сумму из 4 миллиардов и больше они вложили в революцию цветную революцию на Украине если там не выходили люди они бы смогли бы сделать революцию не смогли бы люди должны понять вот куда их вовлекают куда их детей туда вовлекают понимаете и что они хотят в этом сделать но к сожалению опять западные организации работают с очень многими деньгами и у нас народ нищий вот довели сначала до нищеты этот народ потом вот подкупают потихонечку и делают из них предателей поэтому это очень большая проблема к сожалению и то что сделал президент Додон обвязывал что не нужно выходить на контракции чтобы не попасть в другую различную провокацию которые тоже они могут приготовить против социалистов это мудрый шаг потому что они покрутятся они вокруг это и правительство и уйдут опять в Бухарест и здесь нужно нам дальше работать все организации все они знаю может есть молодые инициативы и прийти с другим дыханием и не надеяться на Бухарест а на республику Молдову и ту же историю вот год Штефана Чалмар это очень хороший знак потому что там в программе президента есть все эти пункты сделать во всех школах вот час патриота час этих уроков патриотизма поменять историю Молдовы объявить второй флаг флаг Штефана Чалмар и вот только через работу мы можем поменять у нас в стране но опять же без молдавских спецслужб мы не можем работать потому что против нас идут целые целые батареи богатые организации большие фонды на развал этой страны мы еще удивляемся почему еще за это время всех этих лидеров молдавских промолдавских организаций еще не уничтожили всех но мы видели различные списки мы получаем различные угрозы систематически просто мы уже привыкли к этому но я думаю что эта волна угроз и пойдет и начнут молдавские спецслужбы работать и защищать родину республику молдову потому что мы не призываем беспорядка мы даже видите отклоняемся от этих их призывов унионистов и так далее но мы призываем чтобы все работали на благо страны и наводили порядок то что в молдове вот сегодня все гостиницы полные этими футбольными фанатами дайте бог чтобы полиция смогла и спецслужбы молдавские смогла их контролировать чтобы не начали какой-то бардак и какой-то хаос теперь такой теме в эфире телеканала Акчин ТВ запланирован выход третьей части фильма история Молдовы вы смотрели наверное первые две части конечно мы специально для того чтобы было понятнее может быть и интереснее посмотреть третью часть мы запланировали в эфире нашего телеканала показ и первой и второй части которые выйдут в субботу и воскресенье в 16 часов и в субботу и воскресенье а уже в 20-40 будет показана третья часть в понедельник третья часть история Молдовы вот на ваш взгляд вы как по сути патриот республики Молдова отрезонировала в душе эта работа наших коллег сумели найти то что искали вопрос ну как бы в поиске этого ответа кто мы конечно конечно смогли видеть своими глазами очень многое чего даже мы не знали мы должны понять что правда за нами за молдавским народом и здесь есть истина потому что молдавскому народу больше 600 лет 700-800 лет он в истории и это наша земля и мы должны жить дружно со всеми которые строили нашу страну республику Молдову с русскими с украинцами с гагаузами у нас не должно быть разногласия потому что мы вместе формировали вот эту национальную идентичность и это очень хорошо и вы если замечаете когда нету провокатора всегда могли жить мирно и гагауз с болгаром с молдаваном с украинцем есть деревни где живут по 4-5 этносов никто ни с кем никогда не ссорился потому что вот это это благость наших народов оно всегда было на первом месте еще духовность у нас все христиане у нас нету каких-то межконфессионных этих религиозных дискурсов то есть у нас вообще Молдова это это территория мира но мы не должны позволять вот этим бактериям вирусами из из-за границы чтобы заразить Молдову вот различными сценариями негативными я хочу публично объявить господину президенту огромную благодарность за эти фильмы потому что во-первых они они нужны особенно в этот год год Штефана Чалмари эти фильмы успокаивают народ потому что они показывают истину они все фильмы очень интересные я смотрел вот первый фильм там там у нас нету вот именно таких материалов и не было желания сделать эти материалы за 26 лет сколько у нас было президентов сколько у нас было президентов а все говорили пускайте мы главное что-то заработаем денег а идеология на втором месте нет государство должно себя уважать Молдова должна себя уважать и должны быть чем больше вот таких организаций таких людей которые должны честных людей которые должны прийти к власти и защищать этот народ потому что по-другому у нас не получится и то что он делает Игорь Николаевич это хорошее дело объединяет вот православие он уважает вот эти ценности нашего народа поэтому народ и выбрал его президентом очень приятно видеть что его уважают и молдаване и русские и украинцы те же гагаузы понимаете вот в одно время становится более патриотичной чем некоторые из наших молдаван и свои я думаю что вот на будущем у президента Игоря Додона очень большие испытания потому что еще раз говорю силы неравные запад всегда работал нечестно и там нету только одной организации вы знаете сколько посольств в республике Молдова в Кишневе я бы не сказал что они защищают интересы нашей страны у всех каждого свои интересы имея ввиду что Россию сейчас все считают внешним врагом из стран Запада и Европы нас тоже видят не друзьями Европы и так далее и они будут пытаться разрушать все внутри что есть у нас в культуре в вере традиции и будут закупать вот этих предателей у власти и будут разрушать нашу страну нужно устоять нужно с надеждой смотреть в завтрашний день и нужно объяснять народу что пройдут все эти марши ихние антигосударства но мы здесь остаемся и мы должны жить на этой земле поэтому нужно ценить то что дает нам Молдова нужно ценить нужно верить в Молдову и нужно очень много работать в нашей стране иметь возможность работать потому что иногда вы знаете есть целые деревни которые хотят работать но у них нет возможности потому что закрыли консервный завод не могли торговать с Россией одно время и там уже пошли вот эти какие-то банковские да 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 и очень важно чтобы сохранять дружеские отношения с Румынией со всем СНГ с Россией тем более с Белоруссией и с Западом и не должны поддаваться на провокации потому что они Западом дело такое очень тонкое верить ему я бы не думал я бы не думал мы видим уровень жизни 30 лет назад когда были в Советском Союзе у нас здесь все росло и цвело да и мы видим 2018 год выезжаем где-то в деревнях и там там как после войны как после после Второй Мировой войны все разбомбировано все разрушено вот это разница и пока есть эта память молодые должны знать для нас этот коммунизм 80-го года не был такой страшный как эта псевдодемократия которую они хотят нам внушить и не только внушить ладно там мы разрушили страну но уже делать невыносимые возможности у страны и уже люди покидают я не думаю что там лучше как раз наверное это есть такой тезис который можно привести в качестве аргумента когда говорят о том что в советское время было депортировано несколько десятков тысяч молдаван кстати большинство из них конечно вернулись потом кто-то даже остался там жить и мы знаем прекрасно что вместе оставшись там вместе с теми кто по комсомольским путевкам строил БАМ или возрождал там Тюменской области нефтяные месторождения так сказать расследовал исследовал и создавал вот это все это все было сделано именно руками наших с вами соотечественников а мы видим как организации эти просоровские работают у нас в Молдове показывают вот эту цифру тех которые выселяли конечно это очень плохо Сталин не был хорошим человеком если он больше всех пострадала именно коренная Россия но мы вспомним все деяния Антонеска у нас в концлагерях в Приднестровье о котором запад не говорит тем более румына не говорит а там около 350 тысяч человек было просто убито можете представить сравните цифру и мы увидим реальность и сегодняшняя цифра миллион чем-то навсегда покинул Молдову депортирован именно вот этим либеральным отношением к сегодняшней экономике к сегодняшней жизни к тому что вы нам не нужны не можете найти себя до свидания со времен Штефана Чалмари наверное не было вот тогда погибали люди в бою за свою землю а сейчас когда у людей отбирают надежду в завтрашний день и они уходят с этой страны это для нас очень большая трагедия и наверное все таки мы должны все все должны понять что нужно вставать нужно с надеждой идти вперед и еще не все пропало смотря по всем кинохроникам которые сейчас в северной Гуте в Сирии и смотря то что творилось в Ираке и смотря что у нас в Донбассе на Украине ребята у нас еще не все пропало мы можем спасти эту страну нужно верить нужно интересоваться то что происходит в стране не подаваться на провокациях и нужно любить родину другой у нас нету и другой нам не дадут за это держаться спасибо вам Николай за этот разговор надеюсь многим зрителям удалось много для себя полезного все услышать в нашем с вами диалоге в нашем с вами разговоре и принять для себя главное самое взрослое самое зрелое решение что в воскресенье можно провести время у телевизора в 16.00 включить Акчен ТВ посмотреть вторую серию истории Молдовы дождаться следующий день третью уже в понедельник будет третья серия в 20.40 и в общем-то увидеть то что сегодня скрывают эти учебники которые называются история Румын то что скрывают сегодня педагоги от нас они буквально это скрывают ведь большинство из них знают это они учились по советским учебникам которые создавались советскими историографами и там не все так пропагандистски изложено там много очень важных интересных фактов и это легко подтвердить когда ты открываешь советский учебник даешь сегодняшнему ученику средней школы прочитать и понимаешь видишь какая реакция на все это и удивительный вопрос неужели так было и это действительно похоже на правду спасибо вам за этот разговор будем с удовольствием вас ждать в нашей студии еще вы смотрели программу персональный акцент у нас в гостях был глава патриотической организации воевод Николай Паскар оставайтесь с нами будет интересно мы работаем для вас по-английски Субтитры подогнал «Симон»